Сегодня в своей презентации я хотел бы осветить некоторые моменты, на которые необходимо обращать ваше внимание при заготовке качественного силоса, потому что, как часто бывает, мы приобретаем дорогую химию, дорогие семена, тратим наши финансовые возможности на непосредственно посевной материал, но забываем о том, что мы можем допустить ошибки во время уборки, которые приведут к тому, что мы не будем получать питательности и энергетики. Увы, на сегодняшний день плохой кукурузный силос является частью нашей повседневной жизни. Мы, приезжая к нашим партнерам в их хозяйство, наблюдаем различные картины, пытаемся выяснить, почему такие причины, из-за чего это складывалось. Бывают виноваты погодные факторы, бывает менеджмент на местах, но все же наша миссия нашей компании «Лимагрен» донести до наших партнеров, как качественно заготовить. У нас есть целые курсы. Вообще курс заготовки качественного силоса и синажа занимает от полутора до двух с половиной часов. Сегодня такой усеченный формат, так сказать, ключевые моменты, чтобы мы все имели идеальный силос, как на картинках, не только на картинках, так сказать, и у себя в бункерах силосных ямах. Итак, что же такое кукурузный силос? Кукурузный силос – это уникальный продукт, потому что он пять месяцев вегетирует на поле, только недели или несколько дней у нас есть на его уборку, а потом у нас 12 месяцев непрерывного кормления этим рационом. То есть то, что мы вырастили, то, что мы убрали в течение недели-десяти дней, в зависимости от вашего поголовья, это ваш золотой запас на год. И как мы его заготовим, от этого и будет пристать лентабельность вашего животноводства, молока или мясного, так сказать, направления. Качество силоса зависит только от фермера. Вообще, есть такой силосный аудит, который необходимо проводить у себя на ферме. Он состоит из шести ключевых пунктов, то есть это сухое вещество, плотность, плаш, температура, структура и дробление зерен. На сегодняшний день у нас есть различные методы определения сухого вещества. Оптимальным соотношением сухого вещества для начала уборки является 30-35%. Вы можете определять его различными методами, это могут быть микроволновые печи, сушильные духовые шкафы. Также, возможно, у вас уже есть такие мини-лаборатории, мы их видим у наших партнеров в хозяйствах. Но это обязательно. От того, как вы определите сухое вещество, от этого и будет плясать начало уборки. То есть здесь мы определяем сухое вещество, мы понимаем соотношение крахмала, соотношение сахара. И здесь мы будем иметь в виду в дальнейшем, какая энергетика будет у корма. Растение кукурузы, оно в своем роде уникальное. Она в наших климатических условиях способна отдавать до 1% влаги в день и накапливать 1% крахмала. То есть оптимальным, повторюсь, сухим веществом является 30-35%. В это сухое вещество у нас достаточно крахмала, достаточно энергии. Оно идеально трамбуется, то есть предотвращает все возможные риски. Оптимальной температурой на фронте силоса, когда мы его раскрыли, когда мы уже приступаем к кормлению, является температура на 10-12 градусов выше окружающей среды. Естественно, замерять нужно специальным термометром в тени, ну как мы и измеряем погоду нашу на улице. Также вот съемки тепловизором той же ямы мы видим, где мы брали контрольные точки. Мы видим, какая где температура. То есть этот контроль и мониторинг необходимо производить. Это показывает, во-первых, вашу трамбовку, во-вторых, работу ваших молочнокислых бактерий, которые производят растения кукуруза. По плотности силоса, оптимальной плотностью силоса является 220 кг на сантиметр кубический. Вот как бы это такая, точнее, простите, на метр кубический. Это давление достигается при помощи расчетов калькуляторов. У нас на сайте есть уже непосредственно русифицирован, разработан под Россию калькулятор непосредственно подвоза силоса или сенажа в траншею. В зависимости от количества техники, от веса вашей техники. То есть все, что необходимо сделать, чтобы добиться такого давления. Повторюсь, 220 кг на метр кубический такое давление должно быть при измерении пенетрометра. Такие пенетрометры есть, как почвенные, но в данном случае уже в России появляются пенетрометры и для силоса. По количеству и структуре частиц в силосе. Оптимальным соотношением является по измерениям пенсильванским ситом. То есть в верхнем поддоне от 3 до 8 частиц, самые крупные в среднем поддоне от 40 до 60, в нижнем от 20 до 30. И самый мелкий поддон 10%. То есть это именно силос. Здесь мы говорим о силосе, не о смешанном рационе, где у нас есть солома и так далее. Это именно частицы силоса, которые мы сепарируем на пенсильванских ситах. И соответственно смотрим, как работает наш комбайн. Самый главный момент, на котором бы я хотел подольше остановиться, это работа конкрекеров, работа овальцов. Потому что мы можем видеть наш крахмал в анализах, там, Билджи-Джи, Новы, различных лабораториях. И когда на ферме встает вопрос, когда руководитель или главный зоотехник смотрит в анализы, он там видит крахмал. Но молока нет. Встанет вопрос, почему нет молока? Вроде и гибрид купили, и химию брали, и все остальное. Все заключается в том, что неправильно работает конкрекер. К транзитам выходит цельное зерно из коровы. Поэтому необходимо уделять на это самое максимальное внимание. Ресурс любого нынешнего корнкрекера составляет 1000 моточасов. После 1000 моточасов он подлежит замене. Если мы не будем менять или уделять внимание работе корнкрекера, увы, наше зерно будет в навозе. Это суровая правда, суровая жизнь. Наши деньги там будут. Если мы говорим о том, почему это может быть, это различные факторы. Бывает менеджмент, что как правило механизаторы спешат убрать. Чем быстрее они уберут поле, тем быстрее они перейдут на следующее. Получат какую-то премию и так далее. Нам нужно биться за качество. Нам необходимо размалывать зерно минимум на 4 части. Вот мы видим, здесь есть различные таблицы, которые показывают, насколько раздроблено, размолано непосредственно зерно, а также корм в наш силос. И как это влияет на молоко. И мы видим, что если мы некачественно измельчаем, некачественно размалываем зерно, мы будем в минусе по молоку в день. Но если же мы размалываем все качественно, качественный размер частиц, мы можем добиваться только нарезки и только на работе корнкрекера в среднем до 400 мл на голову в день увеличения надоев. Это такой банальный пример на том, где можно не потерять деньги, а наоборот их приобрести. Итак, где же вообще резервы? Еще где мы можем, соответственно, не потерять, а приобрести. Оптимальное время уборки. Когда нужно заходить здесь, необходимо, как я повторюсь, отталкиваться от сухого вещества. Не нужно бояться того, что вы видите на поле, что некоторые нижние листы растения кукурузы увядают, что они сохнут, желтые и так далее. Этого не нужно бояться. Необходимо проводить анализ. Необходимо делать, как я повторюсь, в духовом шкафу, микроволновой печи, нужно делать анализ на сухое вещество. Поверьте мне, даже если нижние листья будут сухие, все равно во всем растении влажность может быть выше, то есть сухое вещество ниже, меньше будет. То есть не бойтесь проводить анализ. Это обязательный мониторинг, потому что проблемы в раннем или позднем старте уборки, это больше 50% случаев. Точно так же, как больше 80% случаев у нас в стране сейчас сталкиваются с размером частиц и высотой среза. По размеру частиц, оптимальным размером частиц при сухом веществе 30-35% является 2,5 см. Если влажность, точнее сухое вещество у нас выше, мы можем уменьшать размер частиц до 1,5 см. Если у нас сухого вещества меньше, соответственно влажность больше, нам необходимо увеличивать размер частиц в среднем до 4 см в зависимости от влажности. Почему? Потому что если мы будем при высокой влажности растения начинать убирать на 2,5 см, у нас это все превратится в кашу, так сказать в пластилин. Соответственно это будет тяжело выбираться из ямы, тяжело работать миксеру, соответственно этот корм уже будет не так подаваться животному на его кормовой стол, как бы хотелось нам. По высоте среза. В России у нас принято говорить о том, что высота среза 40 см. На самом деле с наличием нынешних лабораторий, технологий и всего остального, это определяет каждое хозяйство в зависимости от своего поля. Для этого достаточно выйти за неделю до уборки в поля, которые будут подходить первыми к уборке, нарезать 10 растений на высоте 20 см, 10 растений на высоте 40 см и 10 растений на высоте 50 см или 60 см. Сдать их в лабораторию, либо же если у вас есть своя лаборатория, проверить их на содержание НДФ и АДФ волокон, то есть перевариваемой к неперевариваемой клетчатке. И если эта разница между 20 и 40 см не будет особо видна, можно убирать на 20 см. Но здесь мы говорим о подготовке вашего поля, то есть если оно ровное, то без проблем. Я в своей практике рекомендую все-таки убирать где-то на 30 см, чтобы не допустить попадания почвы в наш сила, чтобы в дальнейшем не было плесени, глостридии и так далее. Каждое увеличение на 10 см высоты среза минус 1,5 тонны зеленой массы. Вот это нужно нам понимать, когда мы увеличиваем срез, несмотря на НДФ и АДФ, а мы увеличиваем срез и думаем о том, чтобы показать. У нас больше будет крахмала, естественно, в процентном соотношении, потому что меньше зеленой массы, больше массы зерен, соответственно. Но 1,5 тонн зеленой массы не перекроет вам 2-4% увеличения крахмала. То есть здесь нужна холодная голова и точный расчет. Правильная трамбовка силоса. Здесь тоже очень много споров, очень много дискуссий. Слой трамбуемого силоса, первый слой, второй, третий, любой, не должен превышать 20 см. По слою 20 см можно проехаться от 8 до 10 минут и класть следующий слой. То, что мы, когда привыкли наваливать яму и потом ставить механизаторов, которые будут трамбовать ночами, сутками и так далее, увы, мы делаем силосу и синажу только хуже. Дело в том, что если мы превышаем уже нормированный слой 20 см, в дальнейшем мы уже там это не страмбуем. У нас будет огромный слой и мы будем работать как подушка, как насос. То есть трактор будет наезжать, он будет с одной стороны это придавливать вроде бы, переезжать дальше, соответственно, здесь этот корм будет распрямляться и, соответственно, накачивать себя кислородом. По верхнему слою достаточно проехать по самому финишному, от полутора до двух часов и накрывать яму. То, что, повторюсь, у нас принято ездить сутками и так далее, здесь нужно менять менеджмент. Различные бывают ситуации, много комбайнов, мало машин, мало тракторов, вопрос к менеджменту, вопрос подхода, вплоть до того, что складируйте силос у себя на фермах, подвозите его круглосуточно, круглосуточно трамбуте, но не превышайте слой в 20 см. По поводу зерна, я уже начал говорить, что зерно должно быть обязательно размолано. Есть простость на сегодняшний день, мониторинг этого. Наша компания Лимагрен в этом году будет раздавать, мы уже выпускаем такие силосные кружки. Пока их нет, вы берете силосную кружку, грубо говоря, вашу литровую кружку, которая есть у каждого на кухне, которая для измерения муки, объема, ну такая прозрачная. Достаточно раз в час из-под каждого комбайна зачерпывать из кузова машины литр силоса, рассыпать перед собой и смотреть. Если у вас больше 4 зерен на литр силоса, нужно бить в набат, потому что это уже не питательный, не энергетически ценный корм. Вы будете добавлять в рацион широта, концентраты, будете увеличивать себестоимость его, нежели затянуть проще вальцы на нем. Или спросить, что пошло не так. Возможно, я повторюсь, комбайнер специально разожмет их и поедет быстрее, чтобы быстрее закончить эту уборку. Это на сегодняшний момент, повторюсь, боль всех. Потому что вот почему-то покупаем дорогие гибриды, дорогую химию, но забываем о размалывании, раздрабливании зерна. Уделяйте, пожалуйста, этому внимание. И в завершении своей презентации расскажу о таком мобильном приборе, которое компания Лимогрэм в этом году приобрела. Три штуки. Называется он мобильный анализатор кормов. Он в течение трех минут у вас на яме может сделать анализы корма, как ферментированного, так и не ферментированного. Синаш, сила, сплющенное зерно, ТМР-рацион. Он делает на такие параметры, как энергия, ПАЖ, сухое вещество, НДФ, АДФ, крахмал, протеин, перевариваемый, неперевариваемый волокон. То есть полный спектр. Мы их раздадим сейчас в регионы. Абсолютно бесплатные эти будут анализы. Для того, чтобы сократить ваше время на транспортировку в лаборатории БДЖ или в НОВА. То есть это ни в коем случае не конкуренция с этими лабораториями. Просто упрощаем жизнь нашим партнерам и нашим фермерам. У меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, рад ответить. Друзья, задавайте вопросы. Вопросы нет. А можно... Вы занимаетесь сопровождением, да? Да. Вы можете назвать хозяйство на юге России, которое сопровождаете? Где можно посмотреть эффективность этого сопровождения и эффективность заготовки силоса для скота? Я сейчас могу передать слово нашему менеджеру. Я просто отвечаю за всю Россию. У нас есть менеджер, который про Ростовскую область. И вот Роман, он вкратце расскажет. Да. Розовите где, где можно посмотреть. Вот рассказ интересный. А где в этом можно убедиться в практической пользе? Несколько лет назад, когда крупные хозяйственные начали покупать наши гибриды, мы очень плотно сотрудничали и со СКОО. Они до сих пор проводят. Это Победа. Тарцаринский район, СКОЗЕР, Награнский район. ОВЕРА. Тоже, к нам обращались, приезжал наш силосный специалист Игорь. И 50 лет октября. Это Нагринский район. Ясно. Ох, вылья хозяйства. Ясно. Ясно. Хорошо. Обычно спрашивают, где можно. Есть еще вопросы, друзья? Нет? Спасибо, Денис, за интересный. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok